МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Витаминный запас Миншины оценила Татьяна Крыштофович. Матчина счастья молодых мать веншуют в уродильных домах Миншины. Поздравляем вас с таким приятным моментом в вашей жизни. Пожелаем счастья, здоровья вам и вашему ребеночку. Вы здоровы, модно. Однословый молодежный проект стартовал в Усмолновицком районе. Мы приходим за здоровьем, мы приходим за хорошей, классной энергией. Батары просит тепла, а тепление у столичном регионе подключить до конца этого тыдня. Першими комфортное надворье отчують у социальных установах. Рыхтуется ответное распоряджение, которое позволяет подачу тепла у детячей садки, школьные, лечебно-профилактичные, медицинские установы, а также установы социальных забеспечений, музеи, державные архивы в области. Конкретные расширения по подключению тепла примают улады на месяце, заходячи с температурных показчиков за вакном. Подключение жилого фонду почнется после понижения среднесуточной температуры до 8 градусов тепла на протягу 5 дн. У целом коммунальники региона готовы до тепляльного сезона. Практично усе тепло крыницы отримали пашпорты готовности, створены необходимые запасы палева и аварийные запасы. Проведено обследование даху и одеться подрыхтовка снегоуборочной техники. Кроме того, при возникнении аварийных ситуаций засвержены график переводов электростанций и котельную на резервные виды палева. У Раджаю засеки. Аграры региона плануют убрать городнину до надыхода у мразов. До 1-го листопада вся витаминная продукция повинна быть переведена с поля у сховиши. Меньше населета планует отримать 130 тысяч тонн городнины. Уже убрано половоплощу. При ураджайности амаль 180-центний розгектара собрано свыше 17 тысяч капусты, морквы и бураков. Ураджайность бульбы так само высшая за минулогоднюю. Все лето в области сберуть амаль 400 тысяч тонн другого хлеба. Витаминный запас меньшины оценила Татьяна Крыштофович. Три, день, два и палетки опустеют. На початку аграры заполнят сховиши, яких у господарцы два. Остатный товарный продукт пустят на реализацию. Всю летний год ураджайной не влечена то, что червенский ураган пошкодил. Посевы все же таки декучи аграриям скордиться на малый объем. Теякость не приходится. Заканчиваем уборку овощей, свеклу убрали. Урожайность неплохая, 470 центнеров у нас получилось по свекле столовой. Картофель тоже полностью убрали. Значит, сейчас в стадии завершения уже морковка. В течение двух-трех дней, я думаю, мы это дело заканчиваем, потому что немножко дожди помешали, так бы уже убрали. Моркови будет в пределах 550 центнеров. Удень тут заняты по 150 человек. Сегодня на моркви, беспрационные, вушни, наставники и навы, военнослужащие. На сегодняшний день работает в районе 150 человек ежедневно, поэтому, думаю, мы вложимся в установленные сроки. И для этого количества людей достаточно. С пожатку веростня молотина уборцы. Бульба, бураки, морква на перде капуста. Межтым такие акции – добрая традиция, узаимовыгодное супрацовництво. У меню что дня будут витамины, а кошт обеду станет меньше. Дети с 14 лет, они ходят по желанию своему и плюс по разрешению своих родителей. Мы уже работаем вторую неделю, каждый день есть количество детей, несколько классов у нас сюда ходят. Выбирали морковку, картошку. За это как бы хозяйство нам выделяет вот это все. И у нас бесплатные завтраки получаются. При жадании за день можно заробить 70 тысяч рублей. Упроктыкуется и натура оплата. Тый день сбора уроджаю, и семья на зиму забеспечена витаминами. Продукция сама собой, конечно, но и пенсия, и заработок тоже не лишние. Вот и пришла, помогаю, нигде не работаю, получаю пенсию. Помогаю колхозу, немножко даю себе, немножко заработаю. Меня устраивает вполне. Праса – это плохая, хорошая морковка. А вот для Татьяны Журавской поездка на палетке больше забава, чем праца. Вольного часа у пенсионерки шмат. А тут и свежее поветро, и погуторить можно. Нравится работать в Слободе. Уже не первый год ездим в колхоз. Выгодно. И плачет неплохо. Принимают снова уроджай и сховят шесть. Сучастные объекты узвели некорки год тому. Огульный объем – 4000 тонн. Дарьяча найнушая технология допомогает заховать уроджай аж дно до червеня. В нашем хозяйстве два овощехранилища. Одно – в орешниках, мы его уже заполнили картофелем. Там именно картофельохранилище. А здесь овощехранилище – картофель, морковь, свекла, капуста. Первая продукция пошла на наше овощехранилище, заложили 950 тонн. Кожный тыдень смалевицкую продукцию можно сустреть на кермашах. Проезжали загородины и россияне. Почали проглядаться дарьячных витаминов и процедуники інших краев. Таціяна Круштафович, Максим Сацукевич, Миншина. С незвычайных здарений у старых дорогах огонь знищил драуляный будынок стайни. Помяшкане належало мясцовому рай спажиутоварыству. Одна поверховый будынок горыл открытым полымем. На момент пожара уже вёлы у будынку не знаходилися. Автоматичная пожарная сигнализация у помяшка не отсутничала. Увы, няку яно знищено целком. Воротовальникам удалось позбегнуть перакидывание полымя на іншые будынки. Что стало причиной пожару, теперь высвятляють эксперты. Протягиваем выпуск «Мачы на счастье». Почас тыдня мате во усіх родильных домах столичного региона новоспеченных матуль шакают кветки и подарунки. Ужодзене добрачынную акцию патрымали супрацовники мясцового территориального центра социальных обслугований насельництва. За першые дни костричника у городе машины-будовников народилися восемь хлопчика у дзявчинок. Веншавания для молодых женщин стали нечаканностью. Яны бянтежились от или камеры, успыши к фотоаппарату. Але за довольнением прымали теплые слова у свой адрес и делились счастливыми эмоциями у отказа. «Вы стали мамой на этой неделе. Поздравляем вас с таким приятным моментом в вашей жизни. Пожелаю счастья, здоровья вам и вашему ребёночку». «Конечно приятно, особенно когда мамой становишься впервые. И вообще приятно любой женщине, когда ей говорят поздравления, тут вручают подарки». «Мальчик Александр, 3,300, 52 см, богатырь. У нас уже есть первая девочка, зовут Олеся. Это нужно, можно устраивать побольше таких акций. Это поднимает настроение матерям, которые после родов». «Это уже как традиция, и врачи в этой больнице нас уже ждут и встречают, и всегда очень рады нам. Мы заранее пишем в различные предприятия, организации города, письма, в которых просим, чтобы нам на спонсорский счёт перечислили денежные средства. Потом на эти деньги мы покупаем подарки. Это что-то для детей, что-то для мам». На мове «звычайных речев». Раслумачивая складанную, часом незразумелую физичную навуку, наставница 8-й середней школы Жодзина Элла Якубовская. И она перемогла у республиканским конкурсе методичных распрацовок. Открытый урок Эллы Якубовской у 8-м классе, признанный левшимся род 118-ти педагогичных прац. Про выпроменивание и экономию тепловой энергии наставница, расповедая в учням максимально доступно, засновывающийся только на житёвых прикладах. «Когда мы задумывали этот урок, мы предполагали, что все дети имеют дело с такими бытовыми приборами, как электрочайник, термокружка. На дачах у нас у всех есть парники, теплицы. Родители дома используют пенопластик, где-то минвату для утепления. И вот на этом мы и изучали тепловые свойства и экономию тепловой энергии». Пришепка здоровья коля 160 тысяч жахар у Минской в области с початку вересня вакцинованы супрать гриппу. З их амаль полова за кошт державного бюджету. Оборонились от гриппу с допомогой пришепки 36 тысяч детей и коля 20 тысяч пожилых людей. Поводли специалистов, эпидемиологичная ситуация у Минской в области оценивается, як стабильная и контролюемая. Организация хова здоровья региона забеспечена усими необходными сродками для проведения вакцинации супрать гриппу. Пришепиться усяжадающие смогут дать снежнее. Вакцина у наявности не только у районных поликлиниках, а и у вязковых амбулаториях. Быть здоровым модно. Адмысловый молодежный проект стартовал у Смолявицком районе. Инициативные подлетки запрашают долучаться тех, кто робит ставку на здоровье. Рухомые занятки допомогут не только застаться у форме, а леи нададут великий зарад бодерости, энергии, замоцуют иммунитет. Первая группа уже набрана. Сладанные практикования придумывают усе разом. Основный упор на ритмику, шейпинг и черлибинг. У плана клуба выступление выхованцев на розных поборництвах. Поколь же удельники активно тренируются, набирающиеся в опыту и здоровье. Мы заряжаемся хорошим настроением. Мы очень дружим, внутри группы подружились очень. Я дружу со спортом, поэтому мне это выставляет большое удовольствие. Очень нравится. И то есть с девчонками весело мы придумываем сами новые танцы. Мы приходим заниматься, мы приходим за здоровьем, мы приходим за хорошей, классной энергией. И это была пошная информация о выпуске. Усяго вам доброго и заставайтесь на нашем канале. Продолжение следует...